Здравствуйте! Обзор блока питания. К сожалению, у меня в кадр ничего не влезает, поэтому все уже будет раскрыто. Да и более того, я уже этим попользовался, поэтому все вот в таком виде. Но на всякий случай я покажу, что он поставляет вот в такой коробке, которая не влезает, к сожалению, у меня в кадр. Компания называется Nice Power и модель SPS3010C. Забегая вперед, сразу хочу сказать, что блок питания интересный. Есть у нее одна фишечка, которую мы обязательно рассмотрим. В комплекте кабель плюс-минус, кабель питания 220, бумажки, полиэтилен, который был обернут. Я уж обратно его просто не стал заворачивать, просто покажу, что он есть. Бумажки достаточно тоже интересные. Сейчас я покажу, уже не помню в какой бумажке что написано. Ну, в общем, здесь органы управления, здесь еще что-то. Так, где, где, где? А, вот, вот здесь есть табличка. Ну, если ты забыл, какое у тебя напряжение на твоих батареях, пожалуйста, вот эта вот табличка. И да, этот блок питания умеет заряжать аккумуляторы, которые здесь перечислены. Он даже свинцовый написано, что умеет. Железофосфатные и даже и металлогидридные. В общем, табличка пригодится тому, кто забыл напряжение на своих батареях. Но, кстати, я не знаю. Те, кто пользуется вообще блоками питания, наверное, понимают, что он делает. Так, ну и мануал. Я не знаю, мануал мы рассматривать особо не будем. Потому, что все-таки это простенький блок питания, где изучать особо нечего. Кроме той функции, которую мы сегодня же рассмотрим, которая относится к батареям. В общем, запечатано вот так вот. И это нормально, для пересылки годится. Весит он всего лишь килограмм 200, можно так сказать, 1184 грамма. Мог ли я мечтать о таких блоках питания, когда ходил в радиокружок в 80-м, я не помню, 80-м, наверное, 6-м или 7-м году. Когда о таких частотах преобразования мы и мечтать не могли. Потому, что все делалось за счет большущего толстого трансформатора. Теперь же, конечно, мы умещаем вот такие вот размеры. Кстати, размеры сейчас линейку принесу. 19,5 на 14,5 на 8 сантиметров. Рассмотрим вот со всех сторон. Здесь ничего. Весь он дырявый, продувается. Ладно, это хорошо. С одной стороны ножки не очень мягкие, но они есть. И это тоже неплохо. Вроде бы как стоит. И даже ровно стоит. В отличие от предыдущего. У меня был там один блок питания, который ровно стоять не умел. Сзади вентиль. Питание общее и питание 200. Кнопка. Кнопка имеется в виду выключатель. Выключатель питания. И разъем для 220 с предохранителем. Здесь также написано его модель SPS 3010C. Все вроде бы везде посмотрели. Теперь лицевая сторона. Большой дисплей. Ну, дисплей и сегментный. Я включу, естественно, покажу. Три кнопки OCP. Никого не удивишь. Все понимают, что это такое. От баттери эта кнопка есть не у каждого. Но, во всяком случае, у меня вот первый блок питания, который имеет вот такую кнопку. Ее мы разберем. Ну, и output мы включаем выход напряжения. И удобнейшее, на мой взгляд, управление. Прям нереально удобное. Почему? Потому, что это все энкодеры. Это все энкодеры. Четыре энкодера. Достаточно запомнить, что здесь ток, а здесь напряжение. Грубая настройка, точная настройка. Сверху грубая, снизу точная. Нажали, поменяли разрядность. Сейчас включу, все покажу. И да, прежде чем его включить, хочется проверить одну деталь. Был у меня однажды блок питания, где шли в комплектные провода. Вот такие вот. Он тоже 300-ваттный, 30 вольт, 10 ампер. Но там провода жутко грелись. И знаете почему? Потому, что они были просто зажаты. Здесь же присрано. И это хорошо. Да, в отличие от другого блока питания, здесь это присрано. И это замечательно. Воткнем же красный в красный, чтобы нам потом не запутаться черный в черный. Ну и можно включить. Я нажимаю там сзади кнопку. Оп. Просигналил. И зажегся дисплей. Дисплей, к сожалению, красными цифрами. Мне не нравятся красные. Лучше бы они были белыми. Но уж пусть будет красными. Так. Пленочка. Я однозначно ее сейчас уберу. Не так все просто. Как обычно. Поковыряем на ногтем. Удалось поддеть. И теперь уже можно отодрать эту пленочку. Потому, что без нее все-таки лучше. Так о чем я говорил? О дисплее. Да. То, что он... Блин. Он отсвечивает как-то. А, вот так вот. Хорошо видно. Значит, напряжение, ток и двойное назначение нижнее. Мощность и ампер часы. Ампер часы показывает, когда мы будем заряжать батареи. А вот тут, когда нажимаем, пошло питание на разъемы здесь. И покажу, насколько удобно пользоваться энкодером. Значит, напряжение справа. Так. Отлично. Каждый поворот, каждый сегмент энкодера сопровождается звуковым сигналом. И если мы не хотим долго крутить. То есть, нажали один раз, поменялась разрядность. И уже сразу раз и до 30 вольт. То же самое касается силы тока. Нажали сюда один раз или два раза. Или же здесь то же самое на нижнем. Все очень удобно. Прям вот шикарно. На мой взгляд, управление замечательное. Ну, все. Вот 10 ампер. Да, кстати, есть особенность. Если сейчас повернуть ручку влево, верхнюю, он сбрасывает до 100 миллиампер. Считаю это удобным. Почему? Потому, что если, например, ты увидел где-то большой ток, быстренько раз его сбросил. Ну, либо, конечно, можно этой кнопкой. Вот этой. Но можно и так убавить. Да. Здесь красуются вот эти два разъема USB. 1C1, 1A. Ну, их тоже проверим. Сверимся с моим показометром. Насколько точно показывает напряжение. Кстати говоря, на холостой у него всегда 20 милливольт. Могу выдернуть его из сети. И 20 милливольт пропали. Включаем заново. Выхода нет. Выход не включен. Но все равно есть 20 милливольт. Не знаю, насколько это смертельно или нет. Но, как бы, предлагаю об этом высказаться. Если кому это задело. Ладно, включаем выход. И... Ну, давайте сделаем... А, нет. Давайте вот грубую точную настройку. Так. 100 милливольт. Показывает... Чуть-чуть меньше. Но это чуть-чуть. Так. 6 вольт. 6,1 вольта. Нормально. 6,7 выставлено. 6,7 показывает. Все достаточно точно. 9,7 точно. 16,7 точно. Ну-ка, еще вот так вот. 17,1 точно. 24,1 точно. Давайте сразу 31 вольт. 31 точно. Чуть-чуть не сказал слово охренеть. Или я бы уже сказал. Ну, да ладно. В общем, все очень неплохо с отображением напряжения. Так. Посмотрим теперь, что же умеют разъемы USB. Начнем с USB-C. Подключил я уже тестер. Так. USB-C. Да, у меня сразу триггер. Ну, в общем, что мы видим здесь. Ну, 18 ватт. А, 20 ватт. Прошу прощения. 20 ватт. Ладно. Пройдемся по автодетектированию. Тогда сразу видим Power Delivery до 12 вольт. Так. Сейчас несколько раз перезагрузится. Может быть, покажет нам. Apple 2.4 уже никто не заряжает таким протоколом. Ну, или где-то есть еще, конечно, Lightning. Но уже все переходят на USB-C. Так. QC 2030 до 12 вольт. Samsung Adaptive до 12 вольт. FCP Huawei до 12 вольт. Huawei SCP, если нет, нет. И Mediatek есть Pump Express. И вторая версия тоже. Ладно. Хорошо. Сразу посмотрим, как работают два порта одновременно. Так. Это мне надо второй тест. Подрубить. Который запылился у меня немножко. Сейчас, чтобы кадр было видно. Надеюсь. Да. Перезагрузился. И ни о какой быстрой зарядке. Да. Речи быть не может. Два порта одновременно не работают. Ну, работают в 5-вольтовом режиме. Ладно. И хотя бы так. Пройдемся тогда по автодетектированию протоколов на разъемы USB-A. И что увидим? Apple 2.4 QC до 12 вольт. Но, скорее всего, что будет все то же самое. А нет. Не все то же самое. Потому, что тестер другой. Но зато есть МТК. Кстати, Samsung нет, Huawei нет. Странно. Не может быть. Потому, что я думаю, что чип там один. И надо взять тестер немножечко посовременнее. Сейчас попробуем U3. Также зайдем в автодетект. И попробуем здесь посмотреть все то же самое, что мы там не увидели. Да. И здесь тогда мы увидели и FCP, и SCP. Что не увидели на разъеме USB-C. Но вот сколько раз я уже говорил о том, что все надо проверять на практике. И сейчас я повторю все то же самое. Да. Все надо проверять на практике. Потому, что неизвестно. Вот SCP здесь заявлено до 25 ватт. То есть, 5,5 вольта 5 ампер. Например, будет ли Huawei заряжаться такой мощностью или не будет, никто не знает. Потому, что чипы лепят управляющие какие угодно. Их можно поставить все, что угодно. А будет ли он работать или не будет. Все зависит от обвязки, которая сделана производителем в их заряднике или блоке питания или еще где-нибудь. Ладно, разобрались. Что-то я уже слишком много разглагольствую на эту тему. Мы же делаем обзор на этот блок питания. Свет я немножечко убавил. И перейдем к кнопкам. Кнопки все подсвечиваются. OCP подсвечивается. Хорошо. Батаре. Ну, сейчас она моргает. Почему? Потому, что так в инструкции сказано, когда не подключена батарея. Тоже удобно. Да, мы видим, что она не готова. И output тоже подсвечивается зелененьким. Отлично. Очень удобно. Считаю, здесь не сэкономили. Сделали, чтобы было удобно. Да, кстати, по поводу OCP. Но давайте попробуем запустить. Сделаем, допустим, два... Я не знаю. Шесть вольт. Шесть вольт. Пять ампер. Включаем выход. Каратим. А, нет. Кнопку-то я не включил. Надо же кнопку включить. Кнопку включил. И тогда, да, сработало. OCP. И не перестает пищать. Для того, чтобы перестало, просто надо сюда нажать. Кстати говоря, если не хотим, чтобы нам звуки мешали, здесь прямо на корпусе написано, что пять секунд удерживаем кнопку, и тогда выключается звук. Ну, и теперь перейдем к его вот этой интересной функции, вот этой кнопочке battery. Показываю. У меня есть пакет литий-полимерный, вот такой, на котором напряжение 3,7 вольта, то есть наполовину заряжено. Сейчас мы ему дадим 4,2 вольта, согласно таблице, которая у нас есть в инструкции, где она тут, вот у нас инструкция, 4,2. Я здесь устанавливаю 4,2. Да, насколько удобно все-таки инкодером пользоваться, раз переключил, тут оп, 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 4,2. 5 ампер, наверное, многовато для старенького. Давайте сделаем 4, 4 ампера. Все, и нажимаем battery. Кнопочка моргает. Да, говорит о том, что ничего у нас не подключено. Подключаемся, минус к минусу, плюс к плюсу. Он, конечно, я не знаю, кто-то где-то сказал или написал, вот я не помню, говорит, внутреннее сопротивление меряет. Сейчас я покажу, что это не так, все это нет. Но 4,2 вольта и 4 ампера. Кнопочка, кстати говоря, battery перестала моргать, говорит о том, что он готов. И включаем вот эту кнопку output. Все, воткнули, замечательно. Ток мы сейчас видим 3,990, 4 ампера, как и выставил. Напряжение, естественно, 4,09, потому что мы его повышаем. Плюс у нас потери на проводах. Да, он все это видит, он все это замеряет. Это он молодец. Кстати, давайте сразу проверим это. Сколько он видит на разъемах и что он показывает в принципе. Так, здесь у нас на дисплей 4,1 уже. А здесь он видит 3,87. Соответственно, вот здесь на разъемах мы сейчас померяем. Да, и он показывает ровно то, что у него есть здесь на разъемах. Сколько он отдает. Потому что для того, чтобы держать постоянный ток, который уже, кстати говоря, снижается, пошел, потому что пошла зарядка. И хочу обратить внимание, да, те, кто скажет, что ой, так это может любой блок питания так сделать. А, нет, не снижается. Это потому что плохой контакт был. Ладно. А кто скажет, что да, любой блок питания так может, поставь ему 4,2 вольта и все будет хорошо. И он будет постоянно держать ток. Нет. Надо заряжать аккумуляторы по схеме... По схеме... По схеме CCCV. То есть сначала постоянным током, а потом постоянным напряжением. И вот сейчас, на момент заряда этого аккумулятора где-то наполовину, он заряжает его постоянным током, который мы выставили там в 4 А. На всякий случай, я сейчас это покажу еще на практике. Вот таким образом. Есть у меня вот такой аккумулятор. Он заряжен. Давайте посмотрим. Он практически заряжен. У него напряжение 4,1. Соответственно, мы ему дадим все то же самое. Ну, давайте поставим ему вообще 5 А. 5 А. Дал я ему. 4,2 вольта. 5 А. Кнопка не моргает. Output. И мы видим всего 600 мА. Всего 600 мА. Почему? Потому что он достиг предела, когда сработала зарядка постоянным напряжением. То есть, вот эту функцию он выполняет, этот блок питания, этот прибор выполняет на 100%. И сразу хочется показать, что мне не нравится. Но давайте начнем с того, что те, кто купит такой прибор для своего личного пользования, вообще для пользования, он понимает, чем он будет пользоваться, для чего это нужно, что он будет делать, кого запитывать или кого заряжать. И давайте я вот кратковременно кое-что покажу. Давайте я поставлю 5 вольт. 5,2. Нет, 0,2. Много. Давайте 5 ровно. И 5 А. И я включу, даю на эту батарею, практически заряженную. Сейчас 5 вольт. Это предел, до которого прибор думает, должен думать, что он должен зарядить эту батарею. Включаю выход. И да, 4,7-5 А. Я быстренько выключаю на всякий случай и покажу, что защиты от дурака нет. Но еще раз хотелось бы повторить, что те, кто будут заряжать и те, кто будут пользоваться этим прибором, они, в принципе, должны понимать, чем они пользуются и что они хотят в итоге получить. В итоге получить можно что угодно, только не зарядку, если мы превысим, допустим, напряжение или мы превысим силу тока, не предназначенную для нашего аккумулятора. В общем, здесь надо соблюдать осторожность. Ну и я обещал показать нижнюю строчку. Покажу. Она показывает, значит, пошла зарядка, да, и он начинает отсчет Ач. Раз есть однотысячная уже, сейчас, наверное, будет двоечка. Ну, двоечка есть, тоже хорошо. И он вам насчитает, сколько здесь на батарейке осталось, сколько там прошло энергии. В общем, хорошо, тоже хорошо. Достаточно универсально. И да, кстати, защитка есть такая, допустим, случайно у нас что-нибудь разоединилось. Сейчас, да, релюха щелкнула, аутпут выключился, и средняя кнопка заморгала. Говорит о том, что что-то у нас случилось, батарея не подключена. В общем, я думаю, что с этой функцией мы разобрались, и мне удалось донести смысл, в принципе, этой функции в этом блоке питания. Ну и осталось посмотреть вентилятор, как он там срабатывает. То есть, до сих пор все было тихо, он не срабатывает, и это очень хорошо, потому что есть некоторые блоки питания, которые включаешь, и он сразу там вентилятор работает, и это, ну, очень неудобно. Так, дадим где-нибудь, нагружу я его ватт на 100-120, где-нибудь около того, дайте напряжение где-нибудь вольт 20 сделаем. Ток, наверное, вот так вот, 6 ампер, аутпут, начинаю нагружать. Да, и вот нижняя строчка сейчас у нас показывает ваты. Не ампер часы, а ваты. То есть, вот она универсальная, то, что я говорил в самом начале. 100, 100, 110, 120, оп, стоп, это у меня виноват. Отрубилось больше 6 ампер, я же выставил 6 ампер. Ну ладно, 113, 102, так, ладно. Интересно, а можно ли? Да, да, в момент выхода можно регулировать ток. Интересно, можно ли в момент выхода регулировать напряжение? Тоже можно. Хорошо. Звук от транзистора нагрузки. 120-130 ватт. И ждем вентилятор, послушаем, как он там себя чувствует, и насколько вообще сильно он дует или не дует, выдувает, не выдувает, я еще не знаю. Сейчас проверим, возьму бумажку для этого, прислоним ее сюда, узнаем. Ну, давай, давай. Тихо работает, тихо. Пока что от него вообще никаких, может, у него вентилятор не работает, я не знаю. Давайте узнаем. 126 ватт. Я больше не буду нагружать, потому что моя нагрузка не предназначена для таких мощностей. Ну, в общем, быстрее, быстрее. Эту пленку же трачу, когда записываю. О, пошло, пошло, пошло. Ну, вентилятор, да, не лучшего качества. Он почему-то туда засасывает. Да, он засасывает. Ну, может быть, так и лучше или не лучше. Ну, вентилятор можно поменять. Я думаю, что можно поменять. Какой-нибудь более бесшумный поставить. И тогда будет все окей. И все будет хорошо. Что-то от него горячее я вообще не почувствовал. Ну, может быть, где-то сработал датчик температуры. И вентилятор поэтому включился. Ладно, снимаю нагрузку. Нагрузку снял. Да, от нагрузки не зависит никаким образом. Зависит, скорее всего, от температуры. И вот он сейчас что-то туда задувает. Я бы, наверное, все-таки... Хотя нет, наверное, лучше туда задувать. Потому что он весь дырявый. Потому что если выдувать, то он будет засасывать отсюда. Да, наверное, все-таки пусть он туда дует. Да. Ладно. Хорошо. Оп, выключился. Ну и отлично. И замечательно. Теперь минутка саморекламы. Хочу сказать, что в Телеграме постоянно проходят розыгрыши. Уже две колонки разыгрались. Разыгрались. Ну, разыгрались. И они играют, и их разыгрывают. Ладно. В общем, для того, чтобы принять участие в халяве, всего лишь надо первым написать любой абсолютно комментарий в теме, которая будет начинаться со слова «розыгрыш». То есть, этого достаточно. Просто эта тема открылась. Пришел, написал. Первый получил эту колонку. Замечательно. Следующий розыгрыш я добавлю вот туда вот эти вот наушники. Потому что все колонки уже разъехались. Может быть, что-то потом еще будет. Ну, на всякий случай подписывайтесь на Телегу. У нас весело. Создавайте любые темы без ограничений. Если есть чем похвастаться, если есть что обсудить, обязательно создайте новую тему. Таким образом, будет больше порядка и меньше флуды. Ну, а что касается вот этого блока питания. Однозначно, я его оставлю себе. Да, он мне понравился. Несмотря на то, что у меня есть другой блок питания. У него менее удобные органы управления. У него всего один энкодер. Здесь же их четыре. И это невероятно удобно. Да, достаточно запомнить, что ток слева, напряжение справа. Ну, и функция заряда батареи. По общей принятой формуле. Ну, еще он тихий. А на этом я считаю, что обзор можно завершить. Я по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. И пока. Продолжение следует... Продолжение следует...